Привет, мои любимые. Новые фишки подъехали прямиком на ваш монитор. Мы с вами знаем, если союзник делает телепорт, то пуш с помощью хука может вернуть его обратно. Давайте улучшим данную фишку. Но сначала я покажу, как это работало раньше. Допустим, тинкер делает телепорт, мы кидаем хук в последний момент и обратно его возвращаем. Вот, я его вернул обратно. Суть в том, что мы можем сделать то же самое, при этом наш союзник успеет использовать свой скилл. Допустим, тинкер сможет кинуть свой третий скилл машинки на мид. При этом мы его вернем обратно. Как это делается? То есть, тинкер кастует телепорт, кастует скилл. Пуш его возвращает обратно. При этом скилл закастовался на миду. Это отличная связка. Можно сделать пуджа фулл саппортом, да. И таким образом тинкер сможет телепортироваться, например, на крипов. И даже если там пять врагов, его никто не убьет никогда. И при этом лайн будет пушиться. Это, в принципе, работает с любым героем. Давайте попробуем сделать с энигмой. Например, энигмы. То есть, энигмы, например, представим ситуацию. Здесь пять врагов. Там они пытаются запушить вышку и так далее. Энигма телепортируется на пятерых. Здесь рядом стоят ваши союзники. И при этом пуш вернет энигму, но Black Hole останется работать на миду. Попробуй сделать с первого раза. То есть, здесь мы уже делаем через shift. Я нажимаю телепорт. Shift. И пуш возвращает его обратно. Давай, давай. Успел. Молодец. То есть, энигма кастует Black Hole на миду. При этом он сам находится на базе. Новая мета. Пуш Full Support. И последний вариант попробуем. Это Вич Доктор. Еще раз говорю. Такая фишка работает практически с любым героем. Но я для примера взял трех героев. Пробуем поставить вард. Также. Также. Телепорт делаем. Вард ставим. Отлично успел. То есть, он поставил вард. Вард стоит на миду. А сам Вич Доктор находится на базе. Если мы прочитаем описание второго скилла у коня, мы увидим такую надпись. Что там телепортируются, оказываются лицом друг к другу и герой и его иллюзии. То есть, если мы сделаем, например, иллюзии, мы знаем, что используя второй скилл, телепортируемся и мы, и наши иллюзии. Вот вы видите, анимация идет, телепортация. Но! Но! Здесь есть один нюанс. Один нюанс. Что? Ошибка в том, что не только наши иллюзии имеют визуальный эффект телепортации, но и любые другие иллюзии. Допустим, если Нага сделает иллюзии, да? И Фантом Лансер. Также наш герой. Я использую второй скилл. И вы видите, что работает на все иллюзии. В том числе на иллюзии союзников. Хотя в описании написано, что только иллюзии нашего героя. Это имба. Можно обузить опять же сотни тысяч ммр. Виверна, Виверна. Моя любимая Виверна. А как многие думают, что после такого крупного обновления, если Виверна ультуют на героя, да? Мы не можем бить других героев. Типа они неуязвимы. На самом деле это не так. Там нету неуязвимости. Там есть уменьшение урона на 100%. Но мы можем увеличить этот урон и сможем все же атаковать другую цель. Начнем я показываю, как это работает в обычном режиме. То есть Виверна ультанула. Мы будем атаковать эту цель пытаться. Мы не можем, правильно, ее продамажить. Все правильно, все работает. Но не потому, что она неуязвима. Потому что у нее уменьшен урон. Но! Если с помощью мы демона используем второй скилл. Кинем за Чена первый скилл, да? И ультанет Виверна. Мы сможем атаковать любую цель. Потому что мы увеличили входящий по ней урон. Который был уменьшен на 100%. Вот такие вот у нас пирожки. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх. Написать комментарий. И сделать репост. Чинчопа, чинчопа! 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 Чинчопа!